Общее сведение. Острый сиаладенит – воспалительное поражение слюнных желез, сопровождающееся снижением их секреторной функции. Наиболее часто диагностируют острый сиаладенит при ушной железы паротит, что объясняется анатомическим строением ее выводных протоков сирозным типом секрета. Реже в патологический процесс вовлекается под нижнечелюстная слюнная железа – субмаксиллит. Крайне редко выявляют острый сиаладенит подъязычной области – сублингвит. Повышенное продуцирование муцина под нижнечелюстной и подъязычной слюнными железами является хорошим барьером, препятствующим проникновению инфекций через устья их выводных протоков. Наиболее часто острый сиаладенит диагностируют у детей в возрасте от 7 до 15 лет. Острый сиаладенит – причина острого сиаладенита. Основные возбудители острого сиаладенита – вирусы и бактерии. При вирусных сиаладенитах инфицирование происходит воздушно-капельным путем. Острый сиаладенит бактериального генеза развивается на фоне сниженной реактивности организма у пациентов с тяжелыми инфекционными заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы. При операциях наблюдается рефлекторное уменьшение слюноотделений, что также создает благоприятные условия для внедрения и активизации бактериальных агентов. Именно поэтому заболевание очень часто диагностируют у пациентов инфекционных и хирургических отделений. К местным предрасполагающим факторам, способствующим возникновению острого сиаладенита, относят структуры аномалии развития выводных протоков камней слюных желез. Также инициировать начало развития воспаления может внедрение народного тела в просвет протока. Причинами контактного острого сиаладенита являются гнойно-воспалительные процессы прилежащих тканей. Патогенез развития острого сиаладенита предшествует снижение секреции и угнетение солевации, в результате чего разрушается барьер препятствующий проникновение инфекции в пренхиему железы. В начальном периоде возникает сирозное воспаление. Далее с усилением лейкоцитарной инфильтрации острый сиаладенит может перейти в гнойную форму. На фоне сниженной сопротивляемости организма развивается расплавление гнойных очагов, что приводит к появлению участков некроза. Классификация по этиологии острый сиаладенита разделяют на две основные категории – вирусные. Возбудители заболевания – парамиксовирусы, вирусы гриппа, герпеса. Путь передачи – воздушно-капельный. Цитомигаловирусная инфекция передается гемотрансфузионно. Среди острых вирусных сиаладенитов самой известной формой является эпидемический паратит, вызванный парамиксовирусом. Бактериальные. Развиваются на фоне сниженной резистентности организма после перенесенных инфекционных болезней и оперативных вмешательств. К этой группе также относят острый сиаладенит контактного происхождения, при котором воспалительный процесс распространяется на железу из близлежащих очагов поражения, что часто наблюдается у пациентов с флегмоной при ушно-жевательной области, остями и литом. По форме воспаления в стоматологии выделяют террозный, гнойный, гангренозный сиаладениты. По характеру течения различают легкую, средней тяжести и тяжелую степени сиаладенита. Симптомы острого сиаладенита Остроэпидемический сиаладенит протекает с выраженной клиникой. При легкой форме наблюдается незначительная припухлость в рюшной области, состояние пациентов не нарушено. При средней тяжелой степени острого сиаладенита повышается температура. Наблюдается сухость в рту. Сначала припухает однослюнное железо. Далее воспалительный процесс вовлекается и паренхема другой железой. Припухлость болезненная, тестообразной консистенции. Неприятные ощущения усиливаются во время приема пищи. Тяжелая форма острого сиаладенита характеризуется выраженными симптомами интоксикации. Открывание рта болезненное. Выделение слюны из пораженной железы полностью прекращается. Отечность ткани распространяется вверх до глазницы, в нижней части спускается она область шеи. При эпидемическом остром сиаладените высокие риски развития осложнений панкреатита, архита, менингита. Гриппозный острый сиаладенит протекает с вовлечением в воспалительный процесс приушных желез. Иногда патологические изменения выявляют в поднижнечелесной и подъязычной областях. При остром сиаладените пациенты указывают на появление припухлости каменистой консистенции при ушных участках болезненность при открывании рта. При субмаксилите возникает боль при глотании. При сублингвите пациенты ощущают болезненность при движениях языком. Резко снижается солевация. Острый сиаладенит бактериального происхождения в большинстве случаев имеет вторичный характер. Основные жалобы сводятся к появлению болезненной припухлости в проекции пораженной железой. Ухудшается общее состояние, развивается гипертермия. При переходе катаральной формы острого сиаладенита в гнойную из устья протока выделяется гнойное содержимое. Кожа становится гиперемированной. Если острый сиаладенит возник в результате попадания народного тела в роток железы, симптоматика начинает развиваться со слюнной колики. Далее воспаление прогрессирует с появлением типичных признаков острого сиаладенита бактериального генеза. Гангренозный острый сиаладенит возникает у пациентов со сниженным иммунитетом. Течение заболевания вялая клиника стертая. Постепенно развивается некроз железа и с отторжением пораженных тканей. Диагностика постановка диагноза острый сиаладенит базируется на основе жала пациента. Анамнеза заболевания данных клинического осмотра результатов. Дополнительных методов исследования. Во время физикального обследования пациента с острым эпидемическим сиаладенитом врач-стоматолог выявляет болезненную, чаще двустороннюю, припухлость систообразной консистенции в проекции пораженных желез. Флюктуация отсутствует. При надавливании в участке угла нижней челюсти отмечается болезненность, что является одним из патагноманичных симптомов заболевания. При осмотре слизистой выявляют второй характерный признак острого эпидемического сиаладенита – гиперемию слизистой вокруг устья выводного протока железы. При остром гриппозном сиаладените диагностируют наличие болезненной припухлости каменистой консистенции с бугристой поверхностью. Выделение слюны снижено. Рассасывание инфильтрата наблюдается в течение длительного отрезка времени. При остром бактериальном сиаладените из протока пораженной железы выделяется мутная слюна с примесью гноя. При развитии гнойной формы острого сиаладенита кожа над припухлостью становится гиперемированный лосница. Устье выводного протока возвышается над окружающей слизистой. Отмечается плотный резко болезненный инфильтрат. Присутствует перифокальный отек. У больных с острым бактериальным сиаладенитом в анализе крови выявляет ускорение СОЭ увеличенное количество лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Появление такого же рода изменений в крови у пациентов с острым эпидемическим сиаладенитом говорит о развитии осложнений вследствие. Присоединение вторичной бактериальной инфекции. Специфическими тестами на определение парамиксовируса являются реакции торможения, гемоглютинации, связывание комплимента. При гнойном сиаладените контрастную сиалографию не проводят. Для диагностирования воспалительного процесса, вызванного внедрением онородного тела, выполняют УЗИ слюнных желез сиалографию. При постановке диагноза необходимо дифференцировать между собой разные формы острого сиаладенита, а также провести дифференциальную диагностику заболевания с воспалительным процессом и челюстно-лицевой области обострением хронического сиаладенита абсцессами. Флегмонами, острым лимфоденитом, псевдопаратитом Герценберга. Острый сиаладенит может быть выявлен стоматологом, педиатром, терапевтом, инфекционистом. Лечение острого сиаладенита. И теотропного лечения острого эпидемического сиаладенита не существует. При выявлении признаков заболевания показана симптоматическая терапия. С целью повышения местных факторов защиты проводят орошение полости рта и интерфероном. Для предотвращения присоединения бактериальной инфекции, что часто наблюдается на фоне выраженной ксеростомии, прибегают к введению антибиотиков в устье выводного протока. При выявлении средней сижала и тяжелой формы острого сиаладенита лечение осуществляется в условиях стационара инфекционного отделения. При переходе острого сиаладенита в гнойную фазу показано вскрытие патологического очага. Для нормализации секреторной функции ускорения рассасывания инфильтрата применяют сухие компрессы повязки с диметилсульфексидом на область железы. При остром бактериальном сиаладените назначают антибиотики, макролиды, пенициллины. Если из протока выделяется гной показанной стиляцией антибиотиков и протеолитических ферментов. Для подавления продукции каликриинов у пациентов с острым гнойным сиаладенитом применяют ингибиторы протеаз. С целью купирования воспалительного процесса назначают на ВКИ новые лечебные блокады, ставят компрессы с диметилсульфексидом. А также с добавками антигистаминных обезболивающих средств. При появлении очагов гнойного расплавления показано оперативное вмешательство. Для устранения болезненности нормализации секреторной функции применяют лазеро или магнитотерапию. Лечение гангренозного сиаладенита, а также острого сиаладенита, вызванного внедрением онородного тела в хирургическое.